Тяжело в учении, легко в бою. Крымский ОМОН продолжает модернизироваться и развиваться. Бойцы спецподразделения в ходе полевых тренировок знакомятся с новым вооружением и осваивают различные тактики ведения боя. Помогают им в этом профессиональные инструкторы. Подробнее о подготовке спецназовцев и как стать одним из бойцов крымского ОМОНа Беркут узнавал Артем Артеменко. Когда обычно сотрудники полиции не справляются с поставленной задачей, в дело вступает элита МВД ОМОН. Бойцов этого спецподразделения готовят более серьезно. Один из главных способов подготовки – это отличное владение разными видами оружия. Такие навыки не раз спасали ОМОНовцев в сложных ситуациях. Сергей Сотников – заместитель командира роты. Он уже боец со стажем. 10 лет служил в крымском Беркуте в украинские времена. Рассказывает, с тех пор изменилось буквально все. Если раньше стреляли мало, то сейчас в этом ограничений нет. Что уж говорить о довольствии. Финансирование стало в разы лучше, а главное – есть регулярная возможность совершенствовать навыки и отрабатывать их непосредственно на практике. К учениям надо подходить со всей душой. Нашу работу надо любить. Если любишь, то все получается, все понимается, все отрабатывается. Просто надо, как говорится, работать. Как говорится, тяжело в учениях, легко в бою. Стреляли при Украине редко и то только из пистолетов и автомата Калашникова. Сейчас бойцы крымского ОМОНа имеют возможность познакомиться и попробовать в деле РПГ-7, АГС, гранатомет «Муха» и другое оружие, необходимое для полноценного ведения боя. Бойцы с удовольствием мучатся и с улыбкой вспоминают прошлое. Инструкторы прививают спецназовцам навыки, скорость, точность и работа в команде. Руслан Заяц – боец со стажем, помнит лихие 90-е, когда патронов не было, а о простых спецназовцах никто не заботился. Сейчас вспоминает все это, как плохое кино. Ему есть чем сравнивать. И даже после стрельб учения не заканчиваются. Расслабился на секунду, проиграл, считают инструкторы. Бойцы не теряют бдительность даже в лагере, ведь в любой момент может быть штурм. Такие учения проходят едва ли не ежемесячно. Все ради того, чтобы крымчане спали спокойно. Если человек в себе уверен и который хочет работать и гордиться своей работой, добро пожаловать в ОМОН, на службу, чтобы стать настоящим мужчиной. Такая возможность уникальна. В России только в Крымский ОМОН сейчас проходит массовый набор. Спецподразделение нуждается в квалифицированных кадрах и готово принять на службу физически здоровых, психологически устойчивых и целеустремленных людей, готовых служить Родине. Артем Артеменко, Александр Смычек. Время новостей. Симферопольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова